Зима – самое благоприятное время для тех, кто хочет поближе познакомиться с пятнистыми оленями и увидеть их максимально близко. Зимний отдых на природе – это повод задуматься о том, как жить осознанно и в гармонии с окружающей средой. Замедлиться, перезагрузиться и найти баланс. В этом году мы продолжили также активно развивать экологический туризм, именно внутренний туризм. Мы обустроили глэмпинг. Наш глэмпинг состоит из пяти домов для проживания и семи палаток, такие как сафари-тент. Глэмпинги – это отели из красивых некапитальных сооружений, вписанных в дикую природу. Домики оборудованы спальними зонами, стационарными санитарно-техническими узлами, кухней для приготовления пищи. Уютные жилища прячутся в березовой роще, вокруг которой можно прокатиться на лыжах. Длина трассы в заповедном лесу чуть более километра. Накатывается она у нас профессиональным оборудованием. Это снегоход с навеской, барана уплотнительная и резак для нарезки лыжни. Очень комфортно, сама проверила, подготовила вперед. По рассказам Ольги Шульгиной, пока обустраивался глэмпинг лосиха Дина, каждый день приходила и наблюдала за ходом работ. Иван, познакомьте нас, пожалуйста. Это девочка Дина. Она попала к нам сюда на территорию в 2015 году. Люди нашли маленького лосенка и привезли сюда к нам на воспитание. Весь теплый период лосиха гуляет на воле по всей территории Лосиного острова. А зимовать предпочитают в вольере поближе к людям. Здесь спокойно, а главное сытно. С наступления морозов и пятнистые олени начинают подходить к подкормочным площадкам. Здесь для них организовывается подкормка, регулярно вывозится, выкладывается сено в кормушки и подсыпаются зерновые, зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза. Поэтому животные спокойно относятся к людям, которые проходят здесь и не боятся человека. Оленья тропа – это эко-маршрут, который создали сотрудники Лосиного острова с большой любовью к природе, посетителям и обитателям парка. Сейчас за моей спиной около 60 особей оленей, а к февралю, говорят, их будет более 100. У оленей очень хорошо развиты слух, зрение и обоняние. Они способны заметить приближение животного или человека на расстоянии 400 метров. Поэтому вести себя в заповедной зоне нужно спокойно. Не сходить с тропы, иначе вожак подаст сигнал тревоги, и все стадо развернется и убежит. Узнать больше о жизни обитателей Лосиного острова можно на большом экране в деревянном тереме. Здесь выпить горячий чай, согреться и вновь отправиться в путешествие по заснеженному лесу.